Добрый день, друзья! С вами Федерация Судебных Экспертов и очередная передача под названием Слово Эксперта. Сегодня в студии у нас знаменитый Ян Городецкий, выпускник инженерного факультета факультета судебной экспертизы МГТУ имени Бауна. Приветствую вас, Ян. И сегодня я буду лично пытать Яна на тему экспертизы инженерного оборудования, то есть экспертизы, которая проводится после того, как ваш стояк, ваш кран, или что это, не кран, не кран, разрывается и заливает 15 или 20 этажей соседей, после чего с вами уже в этом подъезде никто не здоровается, и вы становитесь должником нескольких миллионов, а то и десятков миллионов рублей, если вы, конечно, залили соседей на эту сумму. Итак, Ян, вот такой вот вид экспертизы сегодня мы будем исследовать, я поставлю эту болванку, а вы нам расскажете, во-первых, что это, как она называется, и что именно произошло вот по конкретному случае номер один, что это такое? Это обыкновенный разветвитель, то есть у-образный, он стоял на отводе через стояк холодной воды для того, чтобы разведить воду, то есть на кран, на монастеральную машинку, на прочие бытовые нужды, связанные с холодным водом. Я смотрю, что он весь покалеченный, то есть вот эти вот звенья, где резьба вырвана, то есть вот такой вот результат, в результате чего это происходит, в результате чего вот это все вырывается у нас, и соседи заливаются, что это было? Пару слов об истории вот этого вот инцидента, сколько там, сколько миллионов было выставлено владельцу вот этого вот устройства, после того, как он позаливал своих соседей, это производственная объекта или квартира все-таки, не помните? Это была квартира, да, и в данном случае именно данный тройник, у-образный тройник, так называемый, он стоял на фильтре грубой очистки воды. Ясно. Что это? Вы в результате экспертизы срезали эти кусочки? Нет, он так поступил к нам. Так поступил к вам. Что было с ним? Гидроудар. Гидроудар. В ходе гидроудара, то есть превышение разового пикового превышения давления, его просто разорвало. Угу. Интересно, причем сорвало именно место резьбовой или резьбовой связи, да? Да. А вот эти вот маленькие следы на поверхности, это что такое? В данном случае это несущественно, это крутили просто гран. Он из латунного сплава выполнен и мягкий, просто продавили его, когда крутили гаечным ключом. У меня есть такое предположение, что вы доказывали, что это либо гидроудар, либо некачественная монтажной работы, да, при установке этого соединения, да? Да, здесь может быть как и перетяжка банальная, то есть видно, что... Или кривое установление, да? Видно, что очень сильно затягивали. Да. То есть могли просто перетянуть. Ну, а также мы рассматривали версию с гидроударом. Ну, в данном случае это гидроудар. До начала, друзья мои, до начала съемок мы исследовали несколько объектов, мы не стали притаскивать всю металловическую лабораторию сюда, вот взяли всего лишь два объекта. И со слов Яна, он мне рассказал о следующих вариациях, вернее, версиях, в результате чего происходит залив. Версия номер один, это банальный гидроудар. Версия номер два, это когда устройство вставлено под неправильным углом, и эта версия называется как неправильная монтажная работа. Да, или перетянутая. Или перетянутая, или неправильная. Версия номер три, удивитесь, это просто ржавое устройство, то есть устройство, которое срок эксплуатации, нормированный срок эксплуатации, которого истек. Либо ржавчина также может возникать. Ржавчина, что это у нас? Коррозия, по сути? Да. Это когда коррозия возникает вследствие электрохимического воздействия. Что это значит? Это у нас, когда, к примеру, вот берем стояк отопления, либо стояк горячего водоснабжения, и коррозия у нас... А вот типичный пример коррозии. Да, возникает. У нас батареи положено, железные конструкции металлосодержащие все положено заземлять. Да. Либо, если не заземлено, по ним идет потенциал электрический. Да. В этом случае из электрохимической коррозии, так, есть у нас определенный ряд активностей металлов, возникает так называемый свищ. И он растет, растет, растет. И давлением воды в определенный момент его может просто разорвать. Я так понял, это было просто какое-то непокрашенное место, да, или за батареей, да, или под землей. А дело в том, что... А, это на стене даже было. Да, это было в стене. Вот часть была в стене погружена. Но даже покрашенное все равно может проржавить изнутри. Так как она соприкасается с водой, и постоянно... Ну, давайте до этой трубы мы еще дойдем. Итак, версия номер один, это разрыв гидродара. Версия номер два, неправильно монтажные работы, то есть криво установлены, либо перетянуты. Версия номер три, это ржавчина. Версия номер четыре, это предмет, изначально неприменимый на территории нашей страны. Вы мне рассказывали про итальянские красивые радиаторы, да, которые взрывались лишь потому, что они предназначены для работ на территории Италии, там, Римени. И в России другие совершенно уровни, или как сказать, на гидродавление совершенно другое. Да, у нас разные нормативы по давлению. Да, и поэтому в Италии это красивый радиатор, замечательный, шикарный, на фотографии хорошо смотрится. Стоит в наших российских условиях, где другие температурные режимы, его разрывают, и крайнего надо искать. Помощь в том, как найти крайнего, как раз-таки оказывает судебный эксперт в области инженерной экспертизы, в данном случае вот этой вот сетевого, так сказать, оборудования. Итак, давайте теперь посмотрим второй. Ну, здесь понятно, версия гидроудар, мы о ней немножко поговорили. Что это у нас? Давайте вернёмся к этой некрасивой трубе. Что с ней произошло? Это фрагмент стояка горячего водоснабжения. В частности, это было именно водоснабжение питьевой воды, то есть не отопление. Вот даже у него сразу переходник был, отвод на... То есть что-то, я тоже эту историю от вас знаю, что-то капало на соседей, а надо обратить внимание, что вот эта часть была утоплена в стене. То есть стена стояла, ну, наоборот, вот так. Стена стояла, сейчас я ничего не повредить. Стена была вот так, и эта часть текла всё время на соседей, где-то там под стеной. Здесь покрашено чистенько, здесь покрашено, и там всё уходило на соседей. По кирпичам, там кирпичные перекрытия. Вот это классическая вещь, вариант номер два, версия номер два. Нет, версия там то ли третья, то ли четвёртая, почему происходит затопление. То есть... В данном случае находилась в воде и просто прогнила. К тому же ещё могли примешиваться сторонние факторы, какие-то раздражающие факторы, там окислители и прочее. Ну, в общем, труба не выдержала. Была очень старая и потекла. Мы исследовали несколько версий. Какие ещё версии разрыва происходят в вашей практике? Не стандартные какие-то. Стандартные, вот они, я только что перечислили. Нестандартные, это всё-таки больше механическое повреждение. Какие версии выдвигает управляющая компания или там ТСЖ? У управляющей компании только одна версия, то, что повредили сами. Сами залезли. Сами залезли, неправильно сделали, либо сами повредили. То есть просто внешнее физическое воздействие. Это уже версия номер пять, на которую чаще всего и ссылается, и которую пытается доказать в управляющей компании. То есть кто-то потом взял, специально ключом залез и завернул, что-то сделал дополнительно. Хотя пять лет всё стояло ровно. Бывает часто так, что обвиняют в том, что просто хотят получить страховку. Что сами себе всё сделали, да мы ничего не знаем. А, вот так, да? Конечно, захотели, там, не знаю, какое-то небольшое предприятие, которое занимает максимум 100 квадратов, сломало себе всё, а было застраховано астрономическую сумму. Ну и, естественно, компания управляющая говорит, да вы хотели просто страховку получить. Поэтому и сломали себе всё. Поэтому и сломали, да. А на самом деле там либо некачественно что-то было установлено, либо управляющая компания уже давно не обслуживала инженерные сети, и вина на них лежит. Ладно, это уже нюанс. Итак, Ян, какая процедура привлечения к этому процессу экспертов? В какой момент вас надо привлекать, в какой момент вызывать на осмотр объекта? Чем раньше, тем лучше. То есть, по возможности, как только наши, как только люди, в которых случилось данное несчастье, а они смогли локализовать как-то свою беду, сразу же нужно нас вызывать для того, чтобы не испортить картину следообразования. То есть, не надо ждать управляющей компанией, да? Нет, не нужно. Не надо вызывать МЧС, то есть, сразу вызывать экспертизу для цели... Если нет угрозы жизни и здоровью людей, и также имуществу, то есть, в принципе, можно остановить процесс затопления. То есть, перекрыли, вырвали эту трубу, перекрыли, заткнули и вызывать экспертизу. То есть, каких-то экстренных мер не требуется, да. Можно сразу смело вызывать нас. Нужно вызывать нас, потому что иначе может быть уже так, что мы не сможем установить причину. Иначе вравляющая компания может замести следы, грубо говоря. То есть, трубу вот эту, которую вы успешно изъяли, кто-то потеряет, и кто крайний, никто никогда не определит. Конечно, конечно. Вещдоки затеряются, изымут, потом не дают концов, людей уволят. Ян, есть ли регламент изъятия вещественных доказательств, так называемых? Но это мы говорим в рамках внесудебных исследований, внесудебной экспертизы. Регламент существует какой-то? Жесткого регламента не существует. Но для удобства наших клиентов мы обязательно составляем акт, в котором идет подпись обеих сторон. Я буду держать ее в руке, она такая падающая. То есть, фактически, в отсутствии регламента вы актируете все в свободной форме. Да, для удобства наших доказательств. Делаете фотофиксацию. При желании видеофиксацию вы не делаете, насколько я знаю. Поэтому при желании, в принципе, сам клиент это может делать. Да, конечно. То есть, как люди вырезают, в данном случае, трубу. Фотофиксация идет в любом случае. Металлография. Металлография. Пару слов о металлографии. Требуется ли она вот в таком случае? При очевидном. Для того, чтобы отбросить все сомнения и установить истинную причину возникновения таких происшествий, мы делаем металлографию обязательно. Смотрим на состав и марку металла и устанавливаем вообще, в каком состоянии оно было. Ну, в данном случае это, конечно, не требуется. Но бывает так, что повреждение возникает на трубе, которая выглядит новой. В этом случае, да, не обязательно установить, обязательно провести металлографическое исследование, для того, чтобы понять, соответствует она нормативные требования документации, либо она изначально уже просто в хорошую качество. Ян, вот по этому делу хотелось бы все-таки узнать, чем все это дело закончилось. Вы к чему пришел суд? Суд закончился или нет? Да, конечно. Суд уже прошел, дело до внешнего. И все-таки суд вынес решение в пользу именно потребителя, то есть собственника квартиры. Потому что в данном случае налицо некачественное исполнение обязанностей управляющей компании. В чем они выражались-то, эти некачественные? Неправильно провели разводку. То есть сделали вот так вот? Нет, сделали вот так вот, не защитив трубу. То есть она просто погнила, потому что не была покрашена? Да, но не только покрашена. На самом деле там существует ряд норм, которые можно проложить в особой полости, проложить в защитном кожухе, по СНИПам, по нормам, по строительным. Это зона ответственности была управляющей компанией. Вот эта труба была в зоне, то есть у нас есть зона ответственности, да, я так полагаю. И здесь зона ответственности была управляющей компанией. Да, то, что находится в стене... А это квартира. Конечно. А это уже внутри квартиры. Все, до чего не может добраться собственник жилья, это зона управления уже управляющей компанией. Все понятно. Все понятно. Я думал, что это просто находится внутри квартиры, и пытался понять, где здесь зона ответственности. Зона ответственности, я так полагаю, где-то здесь. Ну, вот так вот, как в стене она была, вот так вот она уже не принадлежит собственнику, поэтому за это он отвечать уже не должен. Вот такие вот выводы сделал судебный эксперт в рамках экспертизы после залива. Ну что, друзья, надеюсь, мы многое вам рассказали, много чего исследовали, прям перед глазами. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте, потому что вот такого металлического барахла, в результате которого люди страдают на сотни тысяч рублей, а то и на миллионы рублей, вот, наш эксперт в области инженерной экспертизы обязательно поможет вам, проконсультирует вас и постарается ликвидировать любую юридическую ответственность. Все, друзья, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok